Всем доброго времени суток, как меня видно, слышно? Ага, вижу, что видно. Ну что, немного расскажу о себе. Я Евгений Чайгин, являюсь абсолютным чемпионом по бодибилдингу и пау-бьютингу Якутии, также являюсь тренером и, соответственно, директор компании Арифлей. Расскажу, что я получил за год, что я приобрел. Компания Арифлей. Я побывал на банкете директоров, я побывал на мегафоруме, я съездил на конференцию в Египет. Но самым важным бонусом для меня это был проект «Вернос-прокачка». Когда я узнал о этом проекте, я, естественно, написал свою историю, но я не думал, что я окажусь участником этого проекта. Я стал победителем и, в общем-то, все отсюда и началось. Рассказать в пяти минутах о данном проекте, это можно сказать, что не рассказать вообще ничего. Я не знал, что меня там ожидает. Вроде бы как я спортсмен. Что такое у нас прокачка, для меня никакого понятия не было. Но когда я туда приехал, я понял, что здесь двух недель мало. Мне бы, конечно, хотелось побыть там немного больше, разузнать больше. Там было очень много полезной информации по питанию. Так как я являюсь спортсменом и ведущим тренером Якутии, и я, конечно, понимал, что какие-то знания у меня о еде есть. Но там было столько развеяно мипов от Марии Латковской. Ежедневно она давала столько полезной информации, что я просто пересмотрел не только для своих клиентов, но, в принципе, пересмотрел даже меню, рацион питания и для себя. А что творил Вадим Салманов, это вообще перевернуло все мое восприятие. Я вам скажу даже больше. Когда я пришел в компанию Reflame, я пришел на продукты Wellness. Я долго изучал данную линейку, прежде чем отказаться от спортивных коктейлей. И прежде чем перейти полностью на всю линейку, прошло, наверное, порядка недели-полторы-две, прежде чем я принял какое-то решение. Но о бизнесе я даже и не мечтал. Потом, конечно, мне показали, как можно потреблять данную линейку, экономить деньги. Это было все классно и здорово. Но что произошло на проекте, это перевернуло вообще все мое воображение. И теперь я хочу даже пересмотреть в моих структурах, то есть с моими людьми. Я хочу звать только на бизнес. Конкретно показать им бизнес, показать, где есть деньги. А наши инструменты – это наша продукция, компания Reflame. Рассказать все эмоции, которые были на проекте, просто передача из монитор невозможно. Когда мы расставались с ребятами, с которыми провели там 15 дней, у них даже были слезы на глазах. Мы так сроднились, так сблизились за эти 12 дней, что просто не передать. Вот обратите внимание, это рацион моего питания. Я здесь показываю не все дни, но, как видите, рацион питания абсолютно простой и абсолютно здоровый на 100%. Будучи спортсменом, именно спортсменом, работающим с железом, как пауэрлифтер, как бодибилдер, я, естественно, думал, что на этом проекте я потеряю свою мышечную массу. Но на мое удивление, Мария так сбалансировала мое питание, что кроме внутреннего жира и внешнего жира я ничего не потерял. Для меня это, конечно, было шоком. Данный опыт, естественно, я привез с собой и уже успешно применяю с другими людьми. Даже те люди, которые не посещают спортзал, начали избавляться от жировой ткани, причем не испытывая жирового голода. Что еще можно сказать о этом проекте? Компания Replay мне дала такую возможность, отработав очень много лет в других сферах деятельности, я просто даже не предполагал, что такое возможно. И теперь каждой клеточкой, каждой своей клеточкой я настолько полюбил Replay, что всю свою жизнь я планирую провести именно в этой компании. и хочу научить любить компанию Replay и всех своих знакомых и друзей. То есть я должен показать эту возможность. Если я узнал о данной возможности, и я просто не имею необходимости жадничать именно в таких перспективах. Вот видите, участники его на строкачке. Здесь на этой фотографии не хватает только одного Ильи Павловца. Он в данный момент фотографирует. Вот это данная команда, с которой мы сгружились. Здесь 4 человека было из России, 6 человек из СНГ. Это супер проект. И я, наверное, хочу вам сказать, что мне бы хотелось, хотелось, чтобы спорт, wellness настолько глубоко вошел в Replay. Я такой маленький пример вам скажу. Когда я прихожу в свой спортзал, где я работаю, где я тренирую, там очень много симпатичных, красивых, жизнерадостных людей, которые следят не только за своим здоровьем, но и за своей фигурой. И эти люди мотивируют, понимаете, они настолько переворачивают сознание человека, то есть разрушают парадигмы, которые были у него до этого, что человек начинает работать над собой. А мне также бы хотелось, что когда человек сталкивается с консультантами, лидерами Replay, приезжает на какие-то мероприятия, заходит в офис, он видел также людей, которые не только умеют зарабатывать, но и умеют делать себя красивее, стройнее и привлекательнее, чтобы мотивировать именно собой. Так, ну что, давайте я вам расскажу о том, как я пытаюсь внедрять в нашу команду те знания, которые я привез в свой нас прокачки. Первым делом, что я сделал, в течение полутора или двух недель мы собирались каждый вечер, слушали лекции Салманова, разбирали, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, что нужно сделать нам в будущем. И те люди, которые посещали данное мероприятие у нас ежедневно, у них появилось второе дыхание. Они начали дублицировать. Прежде всего, это обучение направлено именно для развития своей личности, для самообразования. Нужно людям дать понять, что прежде всего, когда ты общаешься с человеком, нужно показать, что не какой ты хороший, а какой хороший твой собеседник, то есть расположить его в себе. Очень многие люди показывают, насколько они успешны, но не пытаются сделать героем беседы своего оппонента, и многим этого не нравится. Вот такие мелочи, такие мелочи, очень необходимо внедрять в команду и все-таки показывать им, что необходимо читать, нужно идти по психологии. Ведь нужно понимать, что необходимо человеку в наше время. Может быть, то, что мы ему предлагаем, это не то, что он бы хотел увидеть и услышать в данный момент. Именно эти знания я передавал в течение полутора-двух недель. И смотрите, знание – это просто знание, но должна быть мотивация. Вот на данном поездном мероприятии мы решили сделать некое подобие, как было на лонос-прокачке. Мы сделали команды и разбили по станциям. Сейчас наеду фотографию. Да, вот. Ну, там было очень много станций, которые они выполняли поочередно. Вот, та команда, которая выполняла, то есть успевала только в какие-то условия, передвигалась к другим станциям. Но самое главное – это была последняя станция. Даже та команда, которая оказалась впереди, как говорится, планеты всей, могла проиграть в последнем упражнении стаффеты. Все вы видите на данной фотографии план. Выполняется она очень легко, и все, наверное, с ней уже знакомы. Но больше всего меня удивило то, что люди, которые были разбиты по команде, настолько болели за своих участников команд, стояли до последнего. Некоторые даже просто падали, откатывались в сторону, освобождая место другим участникам. Потом, как говорится, пришли к чувствам и пошли встали, начали болеть за своих участников. Вот обратите внимание на данной фотографии, что нас больше всего поразило в красном спортивном костюме – это женщина. Женщина, которая простояла больше трех минут. И видите, идеальная планка, у нее даже ноги стоят на носочках. Но возраст этой женщины – 70 лет. Вы не представляете, там были все шокированы данным результатом. И командный дух после этой эстафеты поднялся настолько сильно, да. Мы пошли после эстафеты совместно готовить шашлыки, жарить рыбку на гриле, разговаривать о работе, разговаривать о своих личных каких-то мероприятиях, которые они будут проводить. Сближение команды произошло настолько, что мы начали даже за обедом играть. Играть в простые такие вот, помните, может быть, фанки, да, слышал такое. Каждый пишет свои пожелания, кидает в корзинку, и эта корзинка ходит по кругу, и люди вытаскивают и делают то, что они должны, вернее, то, что написано на этой бумаге. И стеснение у всех настолько исчезло, мы получили такой заряд энергии, настолько это было все позитивно. А самое интересное, что, наверное, к моему сожалению, на это мероприятие попал только один человек, который не являлся консультантом Арифлей. Но, к моему счастью, этот человек изъявил умное желание стать консультантом Арифлейм сразу же после данного мероприятия. Поэтому, дорогие друзья, если вы организуете какие-то мероприятия данного плана, то приглашайте людей, которые не только видели в компании, не только там активно применяют wellness, следуют здоровому образу жизни, но и совершенно посторонних людей, которые, возможно, потом присоединятся к вашей команде. Кстати, вот здесь на маленькой фотографии, снизу сидит ребенок в коляске, его взяла женщина с нами на выездное мероприятие, этому ребенку около двух лет. Но он с таким удовольствием пьет коктейль wellness, а как он бегает за батончиками, если кто-то увидит, что вскрывает батончик, он прямо бегает, залазит и пытается отобрать. То есть дети понимают, кто в правильном питании, да? Вот. Ну, что еще хочу сказать. Как я продвигаю wellness в своих структурах? Я продвигаю wellness не только в своих структурах, я ищу клиентов в спортзале. Ну, естественно, самый главный мой клиент это Наталья Тимофеева, мой спонсор. Я как изначально ее нашел тренировать, так и тренирую по сей день. Вот. И пытаюсь это все продвигать в зале. На данный момент я все-таки нашел думающего тренера, который изучает не только правильное питание, не только продукты, которые у нас в магазинах, но он заинтересовался нашей продукцией wellness. И, к моему удивлению, он настолько быстро включился в работу, начал искать людей, приводить их в офис и измерять их данные на весах Тонида, прописывать им режим питания не сам по себе просто из продукта, а включает туда нашу линейку wellness. Я думаю, что мы с ним сработаемся в тандеме, и он также появится в наших чатах, на вебинарах. Я очень на это надеюсь. Это Евгений Иванов, тренер в моем клубе. Хотелось бы, конечно, больше привлекать именно думающих тренеров, которые по здоровому после жизни. Так, ну что, на данном мероприятии, сейчас, секундочку, так, на данном мероприятии, конечно, еще я очень много говорил о продукции wellness, почему она должна быть в нашей жизни. Я так полагаю, что не все, не все консультанты изучают этот продукт. Многие пьют, потому что он хороший, он вкусный, он помогает худеть, помогает сбережать каких-то приступов голода. Но я вам советую все-таки изучить данную линейку и ее использовать во благо не только для себя и своей структуры, а помогать людям приобретать здоровье. Ведь если мы что-то рассказываем, допустим, о бизнесе, мы должны о нем знать, мы изучаем этот продукт. Если мы предлагаем линейку каких-то кремов, мы их тоже должны изучать, а не потому, что он там пишет, что они хорошие, изучать состав, изучать, как это все работает. И также я вам рекомендую изучить наши коктейли в целом полностью до разбирки всех ингредиентов. Потому что если вы не можете что-то ответить человеку в данный момент, человек понимает, что вы не специалисты, сами не знаете, что рассказать. еще хочу с вами поделиться таким мужским взглядом после волоспокачки, что именно меня осенило. Глядя на все фотографии, на вебинары, которые проходят в соцсетях, я вижу очень много женщин в нашем бизнесе. И не очень много мужчин. Но самое интересное, что женщины, они все-таки думают душой. Какие помадки красивые, какая тушь хорошая, какая первоклассная у нас декоративная косметика, как пахнет та или иная вода. Но мужчины, как правило, они все-таки привыкли видеть цифрами. И, так сказать, после всего этого я пришел к такому мнению, что мне необходимо здесь, в Якутске, в нашем офисе открыть мужской бизнес-клуб. Сегодня, кстати, в четверг он стартует и будет первое заседание. На данный момент пока только придут наши консультанты, но я думаю, в будущем мы будем приглашать просто людей с улицы. Ведь даже когда мы раздаем каталогии с какими-то латорейками, то есть приглашаем, рекрутируем, мы их раздаем только женщинам. Мужчин почему-то проходим просто краями. А ведь мужчины это думающие люди, думающие люди цифрами. И посмотрите, топ-лигеры, главы компании, это же ведь все мужчины, поэтому мне бы хотелось больше видеть в нашем бизнесе мужчин. Потому что мы упускаем такой сегмент консультантов, вы просто не представляете. Те мероприятия, которые проходят у нас в офисе, то есть вон на завтраке, вон на ужин, где мы рассказываем о правильном питании, подвигаем wellness. Это все здорово. Но я хочу привлекать свою команду мужчин. Мужчин, которые думают цифрами, которые понимают, что главная линейка у нашей компании все-таки это бизнес. Для меня сейчас это именно так. Я теперь буду приглашать на бизнес, после чего я буду, конечно, рассказывать, какие у нас замечательные продукты. Я думаю, с двух тысяч наименований продукции он выберет для себя тот продукт, который необходим для 100 баллов возлещения, чтобы получать необходимую заработную плату. Вот это сейчас и является моей основной задачей. А в своих структурах я продвигаю wellness именно собой. Будьте своим примером. Если человек не следит за своим здоровьем, выглядит внешне не очень хорошо, как он может продвигать линейки здорового питания. Это просто нереально. поэтому я вам рекомендую взять себя в руки. Ведь вы же умеете заниматься бизнесом. Вы для этого делаете все. И вы понимаете, что бизнес строится месяцами, годами, у кого-то десятилетиями. но вы также должны понимать, что тело строится тоже месяцами и годами. Поэтому моя рекомендация вам займитесь своим питанием, уменьшите размер своей одежды, приведите свои мышцы в тон, чтобы вы светились. Не то, чтобы святое над вами какой-то минус горит, а то, что вы должны выглядеть достойно, достойно выглядеть лидеру компании Арифлейн линейки ВМС со здоровым питанием. За такими людьми просто тянется народ. Когда я недавно слышал такое выражение, чисто случайно, зашел в офис, приятная женщина сказала, это же наш Евгений Чагин. Знаете, как мне было приятно? А когда вы будете выходить из машины Арифлейн и выглядеть достойно, выглядеть как элита спорта, но на автомобиле Арифлейн я так полагаю, что некоторые люди просто начнут вас дублицировать. Они будут именно вы будете для них примером, они будут тянуться к вам. Вот это мое проживание на данный Арифлейн. Привлекайте больше мужчин, следите за здоровьем, будьте здоровы, растите. Был рад выступить сегодня для вас и я надеюсь, что какие-то рекомендации вы от меня все-таки возьмете. Спасибо большое и всем хорошего дня. Арифлейн Арифлейн Арифлейн